В школе номер 6 с углубленным изучением французского языка в преддверии Нового года проходят не совсем обычные уроки. На них учащиеся младших классов пишут письма главным новогодним волшебникам, нашему родному Деду Морозу и его французскому коллеге Пернуэлю. Подобные уроки организованы для того, чтобы ребята окунулись в атмосферу волшебства, попрактиковались в языке и познакомились с правилами написания писем. Ведь бумажные послания, к сожалению, сегодня заменили их электронные аналоги. А жаль. Письмо дает возможность почувствовать душу человека. Когда мы садимся писать и прежде чем пишем, мы в голове продумываем фразу, продумываем слова, а значит и продумываем более тщательно свои мысли, свои пожелания, свои предпочтения. Письменная речь позволяет человеку быть более вдумчивым. Несмотря на совсем юный возраст, мальчишки и девчонки в этой школе могут не только составить письмо на французском, но и пообщаться с волшебником на его родном языке, что они и сделали в ходе интерактивного урока. Ребята, конечно же, понимают, что пришедший к ним волшебник всего лишь представитель Парнуэля. И тем не менее, они верят, что он обязательно передаст их желания своему начальнику. Так, маленькая Ксения попросила у Парнуэля, чтобы наши спортсмены получили возможность участвовать в Олимпийских играх. Ну а все остальные пожелания ребята изложили на бумаге. Я пишу письмо Парнуэлю. Я бы хотела у него попросить, чтобы всегда был мир на земле, чтобы все были всегда счастливы. А вот что-то личное для себя, может быть, какой-то подарок ты хотела бы на ногу получить? Есть у тебя какая-то мечта? Я бы хотела жить в замке. Я увлекаюсь лего и больницей, вот, и хотела бы получить все-таки лего. Русскому Деду Морозу я уже написала письмо, я уже отправила еще в ноябре. И оно, скорее всего, уже дошло. Там я попросила, вот, нас трое в семье, я попросила не только для себя, но еще для старшей и младшей сестры. Вот, там я попросила дартс. Это, ну, штучка такая, куда дрочками кидать. Вот, а здесь я в этих письмах прошу, чтобы везде на земле был мир, согласие. То есть, и не было войны. Ребята могли сами выбрать, кому написать – русскому или французскому Деду Морозу. Кто-то писал сразу двум, чтобы уж наверняка. Самое главное, что дети действительно верят в чудо и существование волшебников. И с точки зрения их учителя это неплохо. Пусть то немногое волшебное, что есть в нашей жизни, сохранится. Я очень люблю праздник Новый год, Рождество, все, что связано с зимой, с елками, с фейерверками, с предсказаниями, с чудом. А Новый год и Дед Мороз – это ощущение чуда. И, на мой взгляд, несправедливо лишать детей такой радости, как Дед Мороз. Написать письмо Деду Морозу сегодня может каждый ребенок. Новогодняя почта заработала 1 декабря, в том числе и в нашем городе. Специальный ящик для писем к главному новогоднему волшебнику установлен на главпочтамте. Ну а Дед Мороз уже ждет ваши письма. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».